Добро пожаловать, ребят, снова в GTA 5, и я очень рад приветствовать вас на своём канале. И вот это наипрекраснейший день, ребят, надеюсь, у вас у меня прекрасное настроение. Мы с вами посмотрим на нечто удивительное, просто невероятное. А именно, мы сегодня в буквальном смысле сразу перейдём ближе к делу, поиграем за малыша, за ребёнка в GTA 5. Да, и он сейчас перед вами. Конечно, сейчас вы его не видите, потому что он очень маленький, и вот он. Посмотрите на этого пупса, какой же он масюсенький, малюсенький. Ребят, конечно, он нелепо, немножко выглядит, такой маленький, непривычно это всё видеть. Но он очень забавный, посмотрите. А пока что возьми что-нибудь вкусненькое, потому что сейчас я тебе рекомендую кое-что очень интересное. И именно канал Рейдена. Парень снимает увлекательные игры от различных симуляторов до GTA Online. И, честно говоря, я немножко в шоке от сложности тех скилл-тестов, которые он проходит. У него это получается довольно весело и прикольно. Также парень ведёт прямые трансляции по выходным, поэтому, друг мой, приходи по ссылке в описании, подписывайся, поддержи парня. Ссылка в описании. Я не могу никак приблизить, давайте с помощью чит-меню на него посмотрим, с помощью свободной камеры. Ребят, как он малюсенький. Потрясающе. Вот, ребят, это его дом, это его жилое пространство, можно так сказать. Это его брат, сестра. И где-то там мама с папой наверху, может быть, папа на работе уже, я не знаю. Кто-то уходил дома, дверью хлопнул и всё в этом роде. Так, тут никого нету у нас. А здесь, здесь мама лежит, понятно. Не будем её беспокоить. Мы же малыши всё-таки, да? Нам интересно. И мы каким-то образом выползли из кроватки и решили исследовать данное место. Никогда здесь не были, только спали и кушали в отдельном уголке. Необычно, ребят, это всё видеть, в частности, вот этого вот пупсика. И также, как вы знаете, в GTA-шке ни в одной игре серии не было вообще детей. Не было, мне кажется, даже и отсылок, если я не ошибаюсь. Если что, исправьте меня в комментариях. Я думаю, это всё разработчики сделали осознанно, потому что игрушка с возрастным ограничением 18. И они бы не хотели, чтобы вообще в эту игру играли маленькие дети. И также в ней не было бы маленьких детей. Я думаю, всё здесь понятно и разумно с их стороны. Посмотрите, вон какой-то дядя у нас выступает на телеке. Ну да ладно, мы же маленькие дети. Мы очень любопытны, нам всё интересно. Мы сейчас находимся под присмотром этих вот наших братьев и сестёр. Привет, ребята. Но, я так понимаю, они не хотят с нами никак заниматься. И поэтому будем самостоятельно это всё изучать. Здесь дверь, как я понимаю, открыта. Или нет? Дверь закрыта, ребят. Я никак не могу отсюда выползти. Я не знаю, может быть через окно? Да, получилось. Смотрите, я через окно. Чуть не разбился, малыш. Фух, слава богу, ты жив. Всё. Теперь мы можем исследовать окрестности нашего особняка. Тут у нас теннис. Да, мы можем, я так понимаю, с кем-то поиграть. Замечательно. Но нет, никакого соперника здесь нет. Поэтому не получится. Воу, воу, паркурист какой. Потрясающе, потрясающе, ребят. Супер. Давайте попробуем сесть в какую-нибудь тачку. Посмотрим, как это будет всё выглядеть. Забавно, если честно, ребят. И как же он водит? Он просто под рулём сидит, буквально в смысле, как он жмёт там на педали. Можем вытворять всё, что угодно. Но самое парадоксальное, мы можем смотреть через лобовое стекло. Как непонятно. Также хотелось бы найти какой-нибудь мотоцикл. Посмотреть, как это будет выглядеть. Как будет сидеть этот наш персонаж на нём. Тоже как-нибудь забавно. Ну-ка, а в этой тачке... Так, тётя, тётя, стоять! Что ты мне там показываешь? Ты что делаешь? А ну давай! Проваливай! Ух ты, ёлки-палки! Он просто исчез под сиденьем. Замечательно. Тут вообще без водителя. Паранормальное явление, как говорится. Ну-ка, мне очень интересно, ребят, как малыш залезет в кабину грузовика. Он его за пятку схватил. Потрясно. Просто потрясно. Он очень маленький и забавный. Ну-ка! У меня сейчас возникла потрясающая идея взять вертолёт. И ничего более. Также можно посмотреть на лодочке. Вот такая вот, ребят, жизнь малыша в GTA 5. Вот таким вот интересными делами он занимается. Привет, дядя! Привет! Здорово! Вы что, меня не видите? Ребята! Здорово! Привет! Эээ! Ты что? Ты что? Ты чего? Я ж могу дать сдачи! Ты что? А ну на! Ты что? Лезь на меня собрался? Давай! Давай, подходи! Подходи по одному! Ну что? Ну что? Давай! Давай! Я ж вас размотаю, а! Вы чего? Ребят, вы чего? Ты думаешь, тут самый крутой, да? А ну на! Лежать! Лежать! Потрясно! Хорошо, давайте теперь тянем вертолет и попробуем взлететь. Он опять под сиденьем. Как? Удивительно! Только как интересно, потом он возьмет парашют и выпрыгнет. Очень забавно на самом деле это все смотрится. Попробуем выпрыгнуть. Парашют ли у нас есть? Парашюта нет! Есть! Есть парашют, оказывается! Малыш на парашюте! Я ж испугался! Я ж думал, сейчас что-то случится! У нас еще и автомат есть! Да ну! Че правда? У нас еще есть автомат! Это просто... Невероятно! Даааа! Посмотрите, как это немножко нелепо смотрится. Какой большой автомат и какой маленький персонаж. А если взять, допустим, РПГ? Как это все выглядит? А если взять миниган? Миниган вообще топово смотрится на самом деле! Дааа! Можно вообще устроить огромную вакханалию в этажке. Такой маленький-маленький персонажик. И способен на такое. Тетя! Тетя, вставай! Дядя! Выходи! Мне нужна твоя машина. Нашел вот, ребят, я мотоцикл. Стой, дядя! Стоять! Куда? Ты что? Давай, догоняй! Садись в тачку и догоняй другую тачку! Давай, взламывай! Приветик! Куда? Ты куда? Ты куда, братишка? Интересно, как он это делает? Посмотрите, что с ним стало. Мотоцикл без водителя. Ребят, посмотрите! Я приехал на Гроу-стрит. И тут полно детей! Серьезно! Они все в телефонах, они все о чем-то разговаривают, пьют какое-то молочко. Я тут смотрю, да? Привет, ребята! Здорово! Эх, ничего себе! Они какие опасные! Вот это да! Замечательно! Нет-нет-нет, это какие-то опасные ребятишки. Не-не-не, ребят, я не хочу с вами связываться. Вы очень злые! Ничего себе! Они мне даже колесо пробили! Не, пожалуй! Я не хочу с ними дружить. Можно взять мини-ганчик вот так вот. Кто нас будет обижать? Я расскажу маме с папой. Бубух! И самое интересное, что у нас нет звезд. Но у нас полиция вообще не охотится. Не хочет. На! Смотрите, какой песик тут бегает. Без хозяина. Ой! Ребята, вы чего? У меня же батя крутой. Батя вас порешает. Вы чего? Не стоит со мной связываться. У меня батя. Батя серьезный парень. Попробуем, ребят, покататься на велосипеде. Очень необычно на самом деле. Как он это делает? И за нами какой-то сумасшедший гонится. Не. Ой! Ладно, что-то далеко. Я забрался. Наверное, нужно возвращаться теперь домой к маме с папой и сестре. Что-то я немножко заигрался. Наверное, надо возвращаться все-таки к маме с папой. Я думаю, они меня уже ищут. Все распереживались. Будет не очень хорошо, если они узнают, что я убежал. Вот, почти приехал я Но что-то мне ворота не открывает Нужно как-то незаметно забраться туда Убираем оружие сразу Попробуем войти через окошечко Всё, наконец-то я дома Но только тут никого нет, я смотрю Ну ладно, будем считать, что я сплю Да, никого здесь нету, к сожалению Наверное, они все переживают, что я взял и убежал Ну да ладно, больше я так делать не буду Поэтому я остаюсь теперь дома Так что, в принципе, ребят, на этом можно закончить Вот за такого пупса сегодня мы с вами поиграли Надеюсь, вам понравилось Если так, то обязательно ставьте большую щеполисы Также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моём канале Рассказывайте обязательно друзьям об этом видео Чтоб они знали, что действительно можно играть за таких пупсиков Маленьких человечков GTA V Я думаю, они удивятся Ну и будем на этом заканчивать Ещё раз повторю спасибо, что досмотрели до самого конца С вами был, друзья, как всегда, я, Арайли Желаю вам, ребят, всем успехов Никогда не болейте Берегите обязательно себя и своих близких Хорошего вам всем настроения И увидимся в новых видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok